Нынешний сезон мастеров конного спорта богат на события. Томичи участвуют в выездных соревнованиях, регулярно проводятся различные турниры и в нашем городе. Очередным стартом у нас стали региональные соревнования, посвященные памяти Александра Сваровского, человека, который многое сделал для развития конного спорта в Томской области и во времена СССР, и уже в российский период. У него была большая практика, он начинал работать с самого детства на ипподроме, сначала жокеем, потом он вел тренерскую работу, потом он занялся племенной работой с лошадьми, вырастил поколение спортсменов достаточно успешное, вырастил поколение лошадей успешное и известное за пределами области. На турнир памяти Александра Сваровского съехались спортивные пары из четырех томских клубов. Многие наездники и лошади находились в прекрасной спортивной форме, так что борьба за призовые места ожидалась серьезной. Конкуренция становится все серьезнее от старта к старту, потому что уровень мастерства растет, опыта набираются и всадники, и лошади, поэтому я уверена, что сегодня будет очень интересная борьба. Надеемся, обойдется без травм, хотя вот вижу, что карета скорой помощи дежурит. Карета скорой помощи обязательно в нашем виде спорта, это один из самых травмоопасных. Здесь соревнуются спортивные пары и люди, и лошади, а дежурный ветеринар есть? Само собой. Помимо ветеринара в штатном расписании турнира конников, есть еще одна не совсем обычная для спорта должность – курс-дизайнер. Курс-дизайнер – это составитель маршрута. Мы строим маршрут, который должны преодолевать потом всадники в процессе соревнования. Неплохой маршрут получился? Я довольна. Теперь хочется посмотреть, довольны ли будут всадники и их лошади. Вы в Томске не первый раз, я понимаю. Да, не первый раз. Я очень люблю сюда приезжать. Здесь мне нравится, как всадники готовятся, мне нравится, с каким упорством они все это делают. И с каждым годом сюда приезжать все приятнее и приятнее. Уровень всадников постоянно повышается. И вообще очень красивый здесь город, мне очень здесь нравится. На старт турнира памяти Александра Сваровского вышли более 50 спортивных пар. Призы разыграли и взрослые спортсмены, и совсем еще юные наездники. Вообще конный спорт довольно популярен у молодого поколения томичей. Некоторые ребята садятся в седло, как и за школьную парту, начиная с 7 лет. Другие открывают для себя конный спорт в 10, 11, 12 лет. А почему ты выбрала конный спорт? Ну, во-первых, я очень привязана к животным. Ну, изначально была с собаком, а потом как-то увидела в рекомендациях, вот, как занимаются конкуром. И это очень красиво. Ну, вот, очень сильно. И поэтому, ну, вот прям захотелось. И я сразу прям зимой пошла. А не страшно было первый раз? Первый раз. Ну, волнение, конечно, то, что там шлепнешься, или там, а так все отлично. То есть сложно, но возможно. В рамках турнира памяти Александра Сваровского были разыграны призы в разных возрастных группах, в дисциплинах конкур, преодоление препятствий и выездка, фигурная езда. Как отметили организаторы соревнований, высоких результатов добились Анфиса Козлова, София Мастепан, Олеся Регнер, Дарьона Фохт, Виктория Кондратьева, Милана Слингер. Сезон у конников продолжается. В 20-х числах этого месяца сильнейшие томские всадники примут участие во всероссийских соревнованиях по конному троеборью в Кемерове. А в Томске в августе и сентябре пройдут еще три турнира.